Доброе утро, дорогие друзья! Прошли траурные дни, начинается уже подъем, после 9-го уже совсем другое дело. Надо перестраиваться, начать больше улыбаться, начать больше двигаться, начать больше думать. Все, траур закончился, теперь как человек встряхнул себя трауром, эти дни настроены на то, чтобы до 15-го улучшать, улучшать, улучшать ситуацию. Недельная глава Вайт Ханан, интереснейшая недельная глава, очень глубокая, там рассказывается в частности о такой вещи, как города-убежище. Человек, совершивший неумышленное убийство, должен был остаться в городе-убежище, не мог покинуть его пределы, ибо в противном случае, вне города-убежище, его могли настигнуть месть одного из родственников убитого, которые имели полное право покарать убийцу. Такой человек не имел права выйти из города-убежища, даже для спасения чьей-то жизни. Как это относится к нам? К сожалению, многие из нас, если не почти не все, регулярно убивают свою душу. Убивают ее тем, что не дают ей кушать, не дают ей питаться, игнорируют ее запросы. Мы с вами не хотим этого, конечно, то есть мы неумышленные убийцы. И поэтому мы аналогичным образом должны уйти в наш город-убежище. Духовный мир и Тора это наши города-убежища. В Торе, в том образе жизни, в котором предписан нам Творцом, это духовная жизнь. Выходя за рамки образа жизни, такой духовности, мы подвергаем себя риску духовной смерти. Это даже верно, когда нам кажется, что мы могли бы спасти кого-то, пойдя на определенные компромиссы с указаниями Торы, с духовностью. Это не так. Не зря Тору и вообще то, что дано сверху, Тора, Библия, все, это называется водой. Это вода, которая оживляет человека. Попробуйте без воды. Без еды человек может, без воды вряд ли. Еще раз говорю, мы сейчас уже пошли в новый период, но период подъема. Всякие действия человека, его слова, мысли, поступки влияют на все его жизненные качества и могут изменить его жизнь. Невероятная возможность дана человеку. Изменить самого себя. А это изменение, в свою очередь, оказывает влияние на то, что называется его судьбой. Человек может менять судьбу. Представьте, какие силы ему даны. Надо правильно просто вглядываться в уроки. Давайте вспомним события, которые мы с вами читали в Библии. В тот момент, когда Каин принес недостойную жертву, Всевышний не стал упрекать его в гордыне. Не в том, чтобы он не молился, ему поговорил совершенно. Его Творец упрекнул только в том, помните, как сказано, отчего досадно тебе и поникло твой лицо. Он упрекнулся за то, что он обиделся и разозлился. Отчего поникло твое лицо? Зачем ты занимаешься самобичеванием? Почему жришься недоволен? Почему человек злится, когда у него что-то не получается, небо не его выбирает? Стань лучше и будешь прощен, написано в Торе. Иными словами, ты можешь все исправить, изменить к лучшему. После неудачи ты еще и можешь превзойти своего брата. Кайна Авель это архетип первых проблем. Призойти себя вчерашнего, вот наша задача. Мы можем и все, если захотим. Если это, конечно, соотносится с волей Творца. Но и здесь мы знаем уникальные примеры, как люди добиться от неба сумели того, что не было там в штатном режиме. Например, пейсах машины, маленькие пейсы. Не было такого. Люди пошли к Богу, доказали ему свое право просить, и он подарил им это. То есть мы можем не просто свою судьбу, а еще и изменить даже предрешенное. Человеку должны даны громадные духовные силы. Только их надо тренировать и подпитывать, как физически. Если подошел штангу, поднял 10 килограмм, а если тренируешься там стол, я к примеру говорю. А как нам двигаться? Надо четко определить цели. И тогда, конечно, с помощью наших желаний и молитв мы можем их достичь. И чем лучше мы будем понимать, чего хотим, тем короче будет путь и результат к результату цели. Не важно, какая цель, физическая или духовная. Например, я решил написать книгу там, или построить дом. Теперь все, что приводит меня к цели, это хорошо. А уводит, это плохо. Вот такие должны быть критерии. А так человек плохо, хорошо, ему сложно говорить. Еще один враг и пособник злого начала. Наше время. Один из самых распространенных проблем. Неэффективная трата времени. Это бич наша. Не хватает кому-то... Мне не хватает, это чушь. Я вам приведу собственный пример. Я когда-то начал заниматься 50 час в день. Добавляя каждый раз по 5-10 минут. Сегодня я занимаюсь 3 часа 15 минут в день. Я считаю, что есть огромные резервы. Это при том, что, поверьте мне, я не на пенсии. Кроме того, что я являюсь депутатом Верховного Совета Украины. Главой еврейской общины Украины. Главой европейско-еврейского парламента. И занимаюсь очень много разными делами. Ну и что? Это глупости. Распланируй правильно свой день. Летишь в самолете. Зачем тебе сидеть книжку читать какую-то про то, как убил Джона. Возьми, послушай урок. В машине ты можешь... Мало, масса экономии времени. Масса. Главное это верное направление. Надо двигаться шаг за шагом к источнику нашей души. Когда человек удаляется от Бога, и Бог удаляется от человека. Вот это проблема. Если мы двигаемся по направлению к Богу, Бог к нам приближается. Брахава от Слаха. Хорошей недели. Всего самого-самого лучшего.